Так, друзья мои, мы сегодня идём вон в Манго. Значит, что мы видим на витрине? Строгие чёрно-белые одежды. И у входа то же самое. Строгое всё чёрно-белое в стиле Шанель. Элегантное такое, красивое. Но юбочка кратковата, конечно. И платьица тоже, трикотажные костюмы. Давайте посмотрим, что у них есть. Значит, вот, всё у нас, видите, в горошек, чёрно-белое. Кстати, я тоже сегодня в чёрно-белом. Я вам потом покажу в зеркале. Это удивительно, как странно, да? Значит, платье. Ну, я думаю, что распродажа уже всё, да, нету. Хотя в Заре до сих пор ещё есть немножко. Комбинезон. Платье на одно плечо с бантом, тёмно-синего цвета. Это интересное. Такой вот свитер, такой интересного. Интересные вязки, полосатые брючки и вот такой вот костюмчик. Прям в стиле Жаклин Кеннеди. Коротенькая юбочка, 60-е, 70-е. Опять же, вот полоски, полоски белые, вот немножко синего. Вот брюки, в отличие от юбки короткой. Кстати, неплохой комбинезон. Не комбинезон, вернее, а костюм. Ковточка 95 и брюки стоят 99. Но брюки трикотажные, хотя трикотаж плотный. Я не уверена, что они всем подойдут, хотя можно взять, померить. Так, что у нас ещё интересного? Это ещё летнее у нас во всём. Смотрите, красиво какой, правда, комбинезон. Я сейчас его поверну лицо, чтобы посмотрели. Это платье? А, это платье такое. Широким поясом. Или это штаны? Нет, это платье. Смотрите, ксарафан. Красивый, отложной верх. Такой, знаете, как отложной. Тонкая талия, широкий пояс. И длинно раскрешённая юбка. Стоит он, 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 он 130 долларов. Окей. Ну, он летний. Вот, смотрите, сумочка точно они сделали в стиле Селин. Прямо один в один. В общем, много классики. Много вот таких вот строгих вещей. Давайте я что-нибудь возьму, примерять. Потому что в магазине много всего, как всегда. Ну, вот видите, это такой вот тоже бельевой стиль. Вот такая вот юбка. Топик. И вот к этой юбке вот такого же цвета в бельевом стиле. Такой же расцветки. Вот такой вот топик. Помните, как в Заре было? Вообще, много ещё летних вещей. Посмотрите, вот такой сарафанчик. С вышивкой такой, с бисером, с умчужинками. Вот из этой же... Ну, вот видите, из стилинки. Прямо точная сумка. Прямо если не знаешь из дали, так и не поймёшь. Так, 100 долларов вот такое платьице. Мне оно не нравится. Как-то, знаете... Вот это мне и то больше нравится. Вот такая вот тонкая, интересная вязка. Интересно оно с подкладкой. Оно без подкладки. За 130 долларов надо ещё и озабачиваться подкладкой. Но вот с такими вот плотинками будет очень, кстати, неплохо. Много таких, знаете, цветов. Пастельный. Господи, слушай, никак. Вот ещё вот кофта такой. В общем, много они поношили из этой ткани. Такой, знаете... Такой очень... Такого... Расцветки такой, знаете, наволочки. Ну вот, интересный костюм. Тоже, видите, такой кофта топ. Такая вот на двух завязочках. За 76. И к ней трикотажная юбка за 76 тоже. Узкая трикотажная юбка. Даже не знаю. Хотелось бы тоже померить. Не знаю. Вот этот трикотаж весь в нижней части. Тело. Это не совсем моё. Вот это такой прэпи-стайл. Видите, такой свитер с таким вырезом с полосочками. И просто такие брюки. И вот это прям точно такой, знаете, костюмчик, юбочка из девочки из католической школы. Вот у нас в католической школах девчонки носят вот такие вот юбки и какая-то рубашка. И сверху такой блейзер с пуговицами. Вот у них такая форма, реально. То есть это не то, что какая-то аллегория. Это реально вот такие вот... Вот так вот они ходят. Вот такого типа тоже такой прэпи-стайл. Но это уже как бы к школе они повесили. Красный какой-то жакет. Красный. Пуговицы мне эти не нравятся. Ну что ж такие они прямо как эти, как мячи золотые. 160 долларов. Экстра-экстра-лорч. Ну вот такое платье Кармен. Есть такое Кармен еще. Кармен еще такое. Это короткое платье или это топ? Это платье. Короткое с другой ткани немножко. Вот такие вот кофты вязаные. Аксессуары красные. Ну все. Давайте я буду примерять. Поищу что-нибудь примерить себе интересное. Вот это платье мне нравится. Но опять же коротенькое и такое. Просто ну как матрас. Что-то не знаю. Полоски эти. Все-таки как-то даже вот мне кажется вот эти брюки поинтереснее будут вот с этим жилетом. Но вот у них сейчас много однотипных таких вещей. Дрикотажных с какой-то такой полоской. Однотонных с полосой. Все. Давайте буду искать что примерять. Так, девочки. Мы в примерочной. Как и обещала. Я сегодня в черно-белом. Вот у меня такие старые. Нашла джинсы. Вот с такими вот ободранными краями. Топ у меня. Из лен с хлопком. Но у него очень большой вырез. Поэтому я надеваю маечку вниз. Это украшение не винтажное. Такой топ интересный. С ободранными такими знаете краями. В общем прикольный. И мы сегодня вот примеряем. Значит вот такой костюм черно-белый. Юбка с топом без рукава. Вот такой костюм черно-белый. Брюки. И вот такой вот топ. Ну я показываю. Вы все увидите. И вот такой вот жилет. Жилет топ и брюки. Интересный вообще фасон. Я вообще в манго люблю жилеты. И брюки. Если честно. На меня они хорошо садятся. И вот такой вот красный пиджак я взяла. Для под шанель. Сшит он так себе. Стоит 160 долларов. Просто как для придания цвета. И потому что у меня вот есть два вот таких вот. Вот этот топ из рукавов. И вот этот топ из рукавов. Я хочу померить сверху с жакетом. И мне хотелось какого-то такого яркого цвета. Ну, кстати, я могу померить жакет на свой, так сказать, аутфит. Но дело в том, что у меня длинный вот этот топ широкий. А жакетик коротенький такой, шанельный. Вот. Поэтому вот не знаю. Ну давайте будем примерять. Посмотрим, что у нас получится. Ни одного платья у меня сегодня, представляете? Удивительно. Но все равно. Решила я подушу мангу. У меня как-то всегда выход из зоны комфорта. Все. Давайте примерим. Так, смотрите. Первый костюм. Я не могу сказать, что мне это нравится. Почему? Потому что трикотаж мне плохо. Вот эти брюки трикотажные тоже очень сомнительные. Значит, мне если надевать трикотажные вещи... Кстати, я сейчас померю со своим топом черным. Мне нужно прикрывать живот. Он не то чтобы торчит, но он торчит. Особенно я еще так сегодня хорошо поела. У нас опять на работе там пиццу раздавали. Не смогла отказаться. Смолотила два куска. Это я надеялась, да? Но вот почему-то вот... Хотя считается, что продольная полоска удлиняет, там, ухудит и так далее. Нифига не худит. Вот я в этом костюме как какая-то коробка. Серьезно. Ни талии, ничего. Бочонок с пузом. Как-то не очень. Ну, то есть, я не могу сказать, что это прямо очень плохо. Но есть вещи, которые на мне сидят намного лучше. Это совсем не идеальный вариант. Причем юбка вот здесь вот мне великовата. Это ларш я взяла специально. Но все равно живот она слишком обтягивает. Причем можно, конечно, надеть утягивающее белье, но я его не люблю. Я не буду покупать такие вещи, которые, например, мне нужно носить с утягивающим бельем. Да фиг с ним. Неужели я не найду чего-то, что я могу носить без утягивающего белья, без этих мучений и страданий. И вот этот вот жиденький такой трикотажный топик. Я как-то рассчитывала на какой-то более такие, знаете, ну, что это будет лучше сидеть. Потому что мне казалось, что вот эта полоса меня украсит. Она меня не украсила вообще. И тем более, что боль стала какой-то странной крови, что я вот совершенно такая вот коробка такая немножко. Вот смотрите, с моим топом длинным вот эта юбка выглядит намного лучше. Совершенно другая картина. Прямой такой широкий длинный топ. И вот эта юбка выглядит намного лучше. То есть ее, если покупать, то надо вот с чем-то вот таким вот. Или длинный жакет, который у меня нет сейчас. Потому что, правда, все вот эти вот Шанель, Шанель у них. И вещь должна быть не узкая, не в оптигон, а вот такая вот, знаете, прямая. Вот такая вот. Тогда эта юбка выглядит неплохо. А так с той маечкой не очень. Я сейчас еще померюсь с этим жакетом красным, посмотрю. Я думаю, что тоже будет плохо, потому что жакет короткий. Смотрите. Кстати, с жакет самой правильной длины. Вот для этой юбки он закрывает живот. Он довольно широкий. Это размер Larch. Но я не могу сказать, что он очень большой. Он широкий, но такой в меру. И вот с этим жакетом юбка тоже выглядит неплохо. Потому что широкий квадратный верх, который закрывает все, так сказать, недостатки. И юбочка такая, хоп, немножко расклешенная к низу. Такая вот, знаете, вроде бы как бы в облегон. Но при этом расклешается к низу. И прикрывает вот тут все, что нужно. В том числе и фонду. Но жакет, выполняя свою функцию, закрывает все, что не нужно. И делает верх более широким. Плечи широкие. Поэтому низ кажется меньше. Вот мне вообще человеку с грушей, с моей грушей. Мне вообще во все вещи нужно вставлять под плечики. Тогда у меня верх кажется на размер меньше, чем он есть на самом деле. Ну вот, неплохо, правда? И сочетание черно-белое с красным неплохо. Хотя жакет сделан качество так себе. Пуговицы эти огромные мне не очень нравятся. Но он аккуратненький такой. Рукава не очень длинная. И не очень большой, не очень объемный. Юбка сделана 72% вискоза, 28% полиэстер. То есть она не совсем такая статистическая. Состав неплохой. Стоит 99 канадских долларов. Размер ларчи я примеряла. Смотрите, юбка называется Татьяна. Смешно. Это так называется юбка, да? Видите, у нас 306 Татьяна. Я, правда, пишу своими по-английски другим спеллингам. Но смешно, да? Так, топ то же самое. Из той же ткани. Значит, 66 долларов. Тоже Татьяна. Это был размер медиум. Может, мне надо было бы ларчи. Потому что он как-то меня сильно облегал. Но я побоялась, что ларч будет очень большой. Ну, в общем, вот такой вот костюмчик. Может быть, на ком-то, не на мне, он сядет лучше. У кого живот не такой большой, как у меня. Несмотря на то, что я похудела, живот у меня все равно выпирает. Поэтому, как бы, ну, что с ним делать, я, честно говоря, не знаю. Но я сейчас и не поела хорошо. Я, как бы, была плохая девочка, вела себя плохо. Так, я вам потом про пиджак расскажу в конце. Сначала попримеряю все остальное. И потом покажу вам пиджак цену и состав. И все. Так, следующий костюм. На мой взгляд, он сел намного лучше, чем предыдущий. Вообще, можно сказать, практически идеально хорошо. Значит, брюки и жакет такой. Я думаю, что он сел еще лучше за счет цвета. Потому что все-таки темный цвет, он как-то худит. И скрадывает всякие недостатки. Больше, чем белый. Поэтому, возможно, он сел, как бы, выглядит, что он сидит лучше. Но, если честно, мне кажется, что он действительно сидит лучше. Вот я себе показываю в профиле, так и сяк. Немножко живот торчит. Но, в принципе, нельзя сказать, что прямо уж так все плохо и печально. А вполне себе нормально. Все это в таком классическом стиле Шанель выполнено. Возможно, мне даже кажется, что слишком много вот этих белых полосок и золотых пуговиц. Вот везде. Вот я показываю сейчас на себе. Если бы их было, может быть, поменьше, было бы даже лучше. То есть, если бы, например, брюки были чисто черные, без ничего, то было бы лучше. Но идея в том, что это вот такой костюм. Как будто бы, что вот это все подходит. Кармашки там, кармашки тут. Длина брюк очень хорошая. Кстати, в манго мне тоже часто брюки, ну, в общем, по длине нормально. Не все, потому что вот я буду примерять потом брюки другие. Они будут мне довольно длинные. Но вот эти вот самые то. Очень плотный такой, хороший плотный трикотаж. Брюки очень удобные сидят. Хорошо, удобно, потому что это все резинка, трикотаж. А, в принципе, это не выглядит, как будто какая-то такая дешевая трикотажная тряпочка. Но вот за счет плотности трикотажа. И, может быть, поэтому они вот так неплохо и сидят. Так, я сняла здесь жакет, чтобы показать, как брюки выглядят без жакета. Просто вот с чем-то заправленным внутрь. Вот у меня тонкий топ мой на бретельках. И видите, как брюки хорошо прилегают, хорошо пояс. Аккуратненько так сидят. И вот с чем-то черным, например, сверху. Или с чем-то белым или какого-то другого цвета. Но даже вот заправив какой-то топ в них, выглядят они очень неплохо. Несмотря на то, что трикотаж я не люблю, но вот эти конкретно трикотажные брюки сели довольно хорошо. В общем-то, мне понравились они. Так, смотрите. Вот с этим жакетом красным. Черные брюки тоже очень хорошо. Причем он закрывает вот эти вот карманчики. И получаются просто абсолютно простые черные брюки с красным жакетом. Очень элегантно, нарядно, прикольно. И, в общем, пиры в мир. Любое место может так пойти. И на работу, и на выход. В эти брюки вообще можно приспособить к чему угодно. Если одеть очень нарядный топ какой-нибудь там с пайетками, то вы будете выглядеть нарядно. Даже красный жакет, в принципе, выглядит вполне неплохо вот с этим брючком. Так, состав этого костюма тоже 74% вискоза, 26% полиэстер. То есть, видите, у них неплохой состав. Топ был размер medium, стоит 96 долларов. И называется он Lady D. Ну, вот они как бы немножко такой отсыл к принцессе Диане сделали, видимо. И брюки такого же состава. Тоже размер medium, стоит 100 долларов. Тоже называется Lady D. Вот такие вот. Вот такие вот у них веселые названия в манго. Ну, честно сказать, сделаны так себе не очень. Посмотрите, видите, как в карманчике. Эти пришиты криво-косо. Качество не очень. Ткань неплохая, потому что она половина, больше половины, по-моему, вискоза. Правда, практически много вискозы. Вискозы, но вот все вот это вот, конечно, пришито так себе не очень. Я вообще считаю, что из всех масс-маркетов манго у нас в Канаде... Кстати, оно расстегивается. Видите, они не фальшивые пуговицы, а настоящие. Короче, из всех масс-маркетов у нас в Канаде в манго качество самое не важно. Как-то вот так. То есть вещи дорогие и качество совсем не тянет. Вещи дороже, чем во всех остальных масс-маркетах. А качество не дотягивает не все. Но есть вещи прямо такие явно... Видите, явно такие не ахти. А цена такая... Несколько? 96 долларов. Понимаете? Вот с таким вот карманом. Ну, что делать? Такие цены. Так, следующий костюм я примерила. Это брюки. Такие широкие брюки палацу с защипами сверху и жилет. Я надела его на свою майку нижнюю, потому что я думала, что у него очень большой вырез. Но на самом деле вырез не такой уж и большой. Жилет, в общем-то, больше похож на топ. Просто как такой топик, но просто на пуговицах. И он мне чуть-чуть узковат, а брюки в самый раз. Значит, жилет размер medium, а брюки 30... Тоже medium или американский 30... Нет, американский 6-й, европейский 38-й. Вот я попробовала расстегнуть пуговицу жилета, но это выглядит не очень хорошо. В застегнутом виде он выглядит лучше. Я снова застегнулась. В общем, ну, мне понравилась эта идея. Вот именно такого жилета топа, который можно использовать именно как жилет. То есть под него можно что-то поддевать. И можно носить просто как верхнюю часть, верхнюю одежду, как какой-то топ на бретельках. Очень симпатичная расцветка, такая серо-голубая с белыми полосками. И очень мне понравились брюки. Такого классического кроя, широкие такие брюки. Единственное, что они мне длинноваты. Вот эти брюки мне как раз длинноваты. Мне бы надо было покороче. И поэтому выглядит это не очень хорошо. Вот представьте, что если не будет вот этих вот комьев внизу, которые вот лежат на полу. А поэтому за счет этого они выглядят немножко какими-то такие странные. А так, в принципе, они мне очень-очень понравились. Так, смотрите, как хорошо сидят эти брюки. Вот это тоже размер мидиум. Но брюки мне нормальные. Они довольно такие большие. А жилет мне маловато. Вот такие вот хорошие брюки. Кстати, в Манго вот всегда вот эти брюки вот такого фасона. Они очень неплохие. И сейчас я их примерю еще с красным жакетом. Мне нравится. Так, с этим жакетом, в принципе, тоже неплохо. И даже вполне себе так ничего. И по цвету вот такой серо-голубой с красным неплохо. Он даже такой не красный, такой даже чуть-чуть морковный цвет. И фасон неплохой. Вот с этими вот такими широкими брюками, вот такие коротенькие жакетики, по-моему, выглядят неплохо. Так, этот костюм состав половина вискоза, тоже половина полиэстер. Подкладка здесь стопроцентный хлопок. Размер у меня был медиум, маловато. Мне стоит 76 долларов. 76 долларов. И называется он... Не знаю, никак не называется. Видите, там явно заклеена цена в евро. И, по-моему, в евро это 29,99, если я не ошибаюсь. Может быть, такая безумная разница. Я вообще ничего не удивлюсь. Видите, просвечивается цена. По-моему, 29,99 евро. А у нас 76. Вот такая фигня. Вообще, конечно. Так, брючки. Здесь тоже что-то просвечивается. По-моему, 39,99, а у нас 100. Как-то так. Причем эта цена еще на кассе. Я заплачу 13% налог. Плюс к этому. То есть эти брюки будут стоить не 100 долларов, а 113. Значит, это был американский шестой. Я сказала, что это медиум, а это не медиум. Вот это жилет был медиум. А это американский шестой, европейский 38. И панталоны. Значит, 100 долларов. И я пытаюсь разглядеть. По-моему, 39,99, да. Мне кажется, что вот такая у нас разница. Вот такие у нас цены в Канаде, конечно. Так и живем. Что делать? Интересно, на этом сколько. Так, я еще состав не посмотрела. Да, 59,99, а у нас 159,99. Это немыслимо вообще, конечно. Так, значит, размер large. Жакет. Я не посмотрела состав. Сейчас посмотрю. Так, значит, состав. 23% хлопок, а все остальное синтетика. И подкладка 100% на полиэстер. Ну вот, в разнике в цене вы представляете. Да, у нас все дороже. В Канаде дороже Zara, у нас дороже H&M, у нас весь масс-маркет Massimo Dutti. У нас все дороже, но не настолько. Манго просто, ну то есть, в три раза, да? Ну почти там, в два с половиной раза дороже. Ну, у нас доллар немножко дешевле, чем евро, но не настолько, знаете. Я же говорю, мы еще плюс, я не знаю, в Европе платят ли налог, мы еще плюс. 13% плюс я еще заплачу. То есть, это будет под 200, вообще 180. То есть, представляете, вот так. И качество. Вот этот костюм, кстати, неплохо сделан, я должна сказать. А вот жакет этот, ну такое. Видите, как-то эти кармашки все пришиты. А бы как. Так, девочки, все. Такие у нас сегодня примерки. Ну, просто. И честно сказать, я манго не очень люблю. Из-за вот этих вот цен безумных. И даже на распродаже у них цены намного дороже, чем в другом масс-маркете. Качество такое же, если не хуже. И я не понимаю, с чего они такие цены задирают. Ну, хожу, потому что для разнообразия контента. И меня просят, на самом деле, ходить в манго. Потому что в Европе, в других странах манго есть. Оно не такое безумно дорогое. В принципе, нормальные цены, сравнимые с другими вас маркетами. Поэтому примеряю для вас. А для себя никогда ничего не покупаю. Потому что просто смотрю на цены и думаю, что это просто... Ну, я их саботирую. Ну, не то, что мне просто жалко. Я за эти деньги могу купить в Zara или в H&M вещи такие же. Если не лучше. Если не лучшего качества. Вот. А манго такое. Так, все. Может, это только в Канаде. Я не знаю. У нас качество не очень хорошее. А в других странах может быть по-другому. Я знаю, что в зависимости от страны разные ассортименты, разные качества. Я слышала про это. Но не уверена. Ну, а на сегодня все. Всех люблю и целую. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай.